Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинаски, и сегодня мы с вами продолжаем проходить пятую главу в хорошей пицце, отличной пицце. Царена официально открыла свои двери, PNN может подтвердить, что здание будет служить ареной, где ведущие пекари города будут соревноваться за главный приз. И, друзья, не забывайте поддерживать вашего любимого пекаря Чинаски лайком и подписочкой, чтобы мы победили на этой царине. Так, Оливер, как обычно, не юркий ломтик с помощью вилки-ножа преступления, но пиццу в Италии часто подают с неразрезанным мягким тестом. Спасибо за информацию, Оливер, когда же у тебя закончатся твои невероятно интересные факты. Так, здравствуйте, представление, вчера от нас ускользнули, меня называют Октавия Белл, хранительница Царены, хранительница. Я слежу за историческими рецептами и артефактами, пришло время устроить конкурс и найти пекаря, достойного древнего приза. Классно. Вы один из четырех мастеров пекарей, которых я выбрала для участия в конкурсе, наряду с Аликанте, Доктором Кехом и Цицероной Бураттой. Я поздравляю вас с этим триумфом. Доктор Кех вернется, получается. Вы, несомненно, слышали о Юлии Чеддере, знаменитый сторонник пиццы в ее чистом виде. О, конечно. Его легендарное тесто было утеряно историей, но недавно его обнаружили на развалинах Помперони. Фу. Оно хорошо сохранилось, поверьте мне. Вам повезет, если вы его съедите. Легенда гласит, что тот, кто это сделает, приобретет навыки приготовления пиццы могущественного правителя. Вау. Итак, примите ли вы мое приглашение принять участие в соревнованиях на Царине? Определенно, например. Турнир на Царине начнется завтра, так что приготовьте свой нож для пиццы, вы на шаг ближе к тому, чтобы стать следующим Юлием Чеддером. Офигенный сюжет, мне очень нравится. Единственное, что, ребят, я, наверное, не буду тратить деньги, потому что мне кажется, что мало... Ну, точнее, я имею в виду тратить на автоукладку. Хотя, блин, вот я не знаю, может быть, на автоукладку и стоит, наоборот, потратить. Блин, надо подумать, ребят, наверное, сейчас конкретно я это делать не буду, потому что мало ли что. Но мы вот пройдем Царину и на следующий видос я уже подумаю, стоит ли покупать автоукладку для того, чтобы облегчить себе жизнь. Ну, посмотрим там, какие вообще задания и что там вообще нужно делать. Так, ну а пока у нас, по ходу дела, будет обычный день более-менее. Так, две с колопешкой. Окей. Здесь получили. Все готово. Погнали. Что у меня тут еще? Сачарт. Мясо и сыр без соуса, никаких морепродуктов и без грибов. А, окей, окей, окей. Так, значит, мясо, сыр без соуса. Сыр без соуса. В принципе, автоукладка с сыром, мне кажется, в любом случае пригодилась бы. Пепперони, сосиски, бекон, ветчина, курица. Пепперони, сосиски, ветчина, бекон. В принципе, да, автоукладка бы сыра или автонарезатель тоже бы на самом деле пригодился. Ну, сейчас подумаем еще, ребят. У нас еще, опять же, есть время. И курочку кладем сверху. Так, и у нас еще два заказа на халапенья. Давай этим сразу займемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Так, поехали. Ой. Что я делаю, ребят? Вот можно уточнить, что я нафиг делаю. Я думаю, что два баклажана ничего не должны изменить. В принципе, все норм, по идее, надеюсь. Поэтому все должно быть окей-си. Надеюсь, по крайней мере, что мне не скажут. Типа, что это у вас за начинка такая появилась. Так, здесь разобрались. Отдаем. Очень, конечно, любопытно, что же... О, 46%. Слушай, что-то я притормозил немножко. Любопытно, конечно, что будет на этой испытании. Это, на самом деле, довольно интересно. Так, можно мне левковую пиццу на четыре части, хорошо запеченная. Окей-си, без проблем. Так, хорошо запеченная. Давай раз. Это я пока сюда кладу. И порезать на четыре части, он попросил. Без проблем, в принципе. В принципе, без проблем. Так, это готово. Это готово. Это отправляем еще сюда. Следующая пицца... Блин, можно было... Ай, я так и знал. У меня почему-то было прям чутье, что вроде я видел где-то баклажановую пиццу. Можно было просто, в принципе, ту пиццу как бы оставить на следующую доставку. Ну да ладно, не страшно, не страшно. Так, пойдет. Идем дальше. Что у нас тут? Пожалуйста, можно мне пепперони без сыра. Пепперони без сыра. Окей. Раз, два. Готово. И пока она жарится, мы сделаем еще и баклажановую пиццу. Окей. Готово. Это отдаем. Все хорошо. Пожалуйста. В принципе, норм, ребят. Вот этот день, он реально такой более-менее подготовительный. То есть здесь мы просто подзарабатываем денежки. Требу ананасовую пиццу. Я даже думаю, что мы здесь не будем тратить робота. Если у нас даже будет какой-то серьезный заказ. Я не буду, скорее всего, тратить робота на то, чтобы сделать этот, как его называют, автозаказ. Я просто хочу, ну как бы, сохранить все на следующий день. Баклажановая идет сюда. Ок. Ананасовая идет сюда. Ок. Так, баклажановая только одна. Зеленая мечта и две маргариты у нас последняя доставочка. Окей. Вроде бы все понятно. Здесь у нас все норм, здесь у нас все норм. Доставка сейчас должна уже приехать. Замечательно. Отдаем две с халапеньем и немножечко баклажанами. Но вроде все хорошо. Так. И принимаем заказ на баклажан. Зеленая мечта и две маргариты у нас в доставку. Мягким зеленым фруктом, который я слышал, самая горячая штука. Хочу попробовать авокадо, соус, сыр. Так. Давай начнем, наверное, с доставочки. Окей. В принципе, у нас тут везде идет базилик и в один еще идет сладкий перец. То есть вот таким образом. Все. Все остальное это базилик, ребята. Я предлагаю сделать вот эту и сделать еще одну. А третью мы сделаем уже в следующий заход. Раз, два, три. Раз, два, три. Хорошо. Это идет сюда. Так. Что нам там присеяло? Авокадо, соус, сыр. Хорошо. Готово. Готово. И готово. Найс. Блин. Я понимаю, что мне очень хочется посмотреть, что будет на следующий день. Мне прям вообще очень хочется. Это как будто такой вот прям промежуточный этап, который хочется уже пропустить, чтобы перейти, конечно же, сразу же к основному блюду. Так, с авокадо вроде бы все нормально, все хорошо. Держите, пожалуйста. Замечательно. Пять баксов. Очень хорошая цена. Здесь попробуйте сказать три раза быстрее, ничто не сравнится с кусочком пиццы с перцем. Все порядка, потому что сладкий перец и халапеньо. Вот видишь, вот видишь, вот как я должен был понять, что надо еще, чтобы халапеньо там было. Вот как я должен был это понять. Просто объясни мне. Так, значит, сладкий перец и халапеньо. А сюда мы выкладываем еще базилик. Окей. Все, здесь все готово. Так, сюда мы пока что кладем халапеньо. И ту пиццу мы тоже можем уже класть в печь. Хорошо. Сюда. Найс. Это идет сюда. Найс. И это тоже отправляется у нас в печку. Все, готово. Все разрулили, друзья. Все доставки сделаны, так сказать. Все норм. Все хорошо. Найс. Продолжаем. Что у нас с вами здесь? Есть доставочка. Баклажановая. Готово. Замечательно. 16 баксов. И последнее. Так, погоди. Я же все правильно сделал, да? Да. Две маргариты. Одна зеленая мечта. Все правильно. Сырный хлеб с беконом и халапеньо. Сырный хлеб с беконом и халапеньо. Сыр есть. Бекон есть. И халапеньо сейчас тоже будет. Блин, вот опять же, с одной стороны, хотелось бы, наверное, чтобы у нас была автоукладка бекона. Это реально очень много бы экономило времени на мясных пиццах. Но, с другой стороны, вроде бы и автонарезатель был бы очень в тему. Потому что он и нарезает таким образом, чтобы была хорошая оценка, соответственно, хорошие чаевые. А, во-вторых, еще и экономит времени немало. Поэтому, в принципе, я думаю, что это было бы хорошим плюсом. Так, окей. Здесь у нас пицца с соусом и пепперони на одну сторону. И порезать на четверти. Пицца с соусом, пепперони на одной стороне и порезать на четыре части. Не вопрос. Очень легкое задание. Ну, такие тоже, в общем-то, бывают. Раз и два. Отдаем. Готово. Держи. Так, теперь у нас доставочка должна быть на наши три пиццы. То есть, с них мы тоже хорошо получим. Готово. Тридцать восемь. Замечательно. Очень хорошо. И последний час у нас остается. Здесь две пиццы с большими... Так, это у нас две пиццы с баклажанами. Хорошо. Давай. Я не знаю, успеем мы еще один заказ принять или нет. Скорее всего, я думаю, что нет. Потому что у меня здесь не на автоукладке. Если бы была автоукладка, то, в принципе, наверное, бы успели принять еще один. Но, что есть, то есть, друзья. Так. Хорошо. Готово. Полчаса осталось. Ну, точнее, по нашему времени это 30 секунд. Уже даже 15. Поэтому можно особо не торопиться. Мы уже здесь вряд ли успеем по-любому. Вовремя. Ну, то есть, скорее всего, новый заказ мы не примем. Поэтому просто даем ему, получаем там свои 7 баксов. Довольно, кстати, неплохая стоимость. И отправляемся уже туда, куда мне действительно интересно. А именно, на Царену. 163 доллара это норма. Сразу тратим 20 на починочку. И что у нас с вами здесь есть? 1100 баксов, ребят. То есть, мы реально можем себе позволить авторезальщика купить, например. И знаешь что? Я вот думаю, на самом деле, я, наверное, это сделаю. Потому что, честно признаться, ну, это в любом случае полезно. Резать нам пиццу нужно. Поэтому пускай будет авторезальщик. Сегодня тот самый день, народ. Аликанте, доктор Кех, Цицерона и пекарь из Учинаски готовы выйти на арену. Мы будем держать вас в курсе самой громкой пиццы истории за последние десятилетия. Блин, эпично. Эпично. Это, честно, у меня прям коллекция. Октавия. Ух ты, ё-моё, ёжики. Здрасте. Добро пожаловать на царену. Передо мной стоят четыре талантливых пекаря. Но только один из них окажется достойным древнего теста Юлия Чеддера. Вы готовы? Вперёд. Для начала позвольте показать вам, где мы храним главный приз. Как интересно. Давай. Так. Где же главный приз? Ага, в секретной комнате. Ну-ка. Ух ты, какие здесь артефакты древнего пицца времени. Офигеть. Так. Блин, как все прикольно сделали. Офигенно. Теперь нам следует перейти к следующему этапу. Уху. Для вашего первого официального конкурса царены вы должны приготовить 75 пицц с нашей новейшей начинкой. Инжиром я обеспечу вас семенами. Вау. Хотя фруктовые начинки никогда не сравняются с чистым сыром. Испытать свою пиццу на прочность необходимо. А теперь вперёд к победе. Уху. Так. Пять семян инжира мы получили. Блин, а вот интересно. Их уже сейчас начнут заказывать или нет? Потому что если их сейчас начнут заказывать, то я лучше сделаю вот. Ай, блин. У меня нет этих удобрений. Ё-моё, ёжики. Да, у меня нет удобрений, ребята. Блин, ну чё? Ладно, пофиг. Давай. Не хотелось мне тратиться. Но, ребят, если будет заказ инжира уже сейчас, это того стоит. Это того реально стоит. Поэтому я думаю, что стоит это сделать. Так. Коллекция. Октавия. Интересно, как она стала хранительной социальной арены. Видимо, она действительно увлечена древней римской цивилизацией. Особенно Юлий Чеддером. О, дата рождения. Ноябрь. Рост 168. Хранительница царена. Сделать инжирную пиццу 75. Раз, собственно говоря. Офигеть, ребята. Офигеть. Так, всё. Пять звёзд. Всё хорошо. Цаврум приняли. Два вонючих пита. Соревнования на царение. Это так интересно. Я просто уверена, что ты победишь, пекарь. Спасибо. Хорошо, что Октавия сделала семена инжира доступными для продажи. Это один из моих любимых фруктов. Классно. Не терпится увидеть, как он будет выглядеть в вашем саду. Вы должны посадить несколько штук как можно скорее, чтобы получить преимущество в конкурсе. Хорошо. Я загляну к вам ещё раз, когда вы соберёте первую партию. Я уже собрал. О, можно было и не тратиться. Сразу дали. Нормально. Две пиццы, обе с сосисками, хорошо запечённые. Хорошо. Блин, интересно, будут уже на инжир давать задачи или нет? Две пиццы с сосисками, хорошо запечённые. Поехали. Раз сосиска, два сосиска. Погнали. Вот, инжир на арбузике похоже, кстати. Это прикольно. Два вонючих пита. Ребята, это лук и анчоусы. Анчоусы тоже сейчас это сделаем. Значит, сразу лук кладём. Окей. Это отправляется сюда. И анчоусы отправляются сюда. Блин, я думаю, что мне надо поменять мой горшок на вазу обратно. Я хочу, чтобы у меня была возможность прокачивать, если что, мои... О, смотри. Вот. Вот о чём я говорю, ребята. Вот это я понимаю. Вот это красиво. Посмотри, насколько всё это эффективнее становится. Блин, мне кажется, одну не запёк два раза. Кажется. Но не уверен. Задание есть. Хорошо. Пять тысяч баксов. Пять тысяч пицца баксов. Серьёзно? Прикольно. Ладно. Спасибо. Наверное. Делюсь пиццей с моим котом. Сделаю её очень хрустящей. Половину с оливками, половину с анчоусами с обычным краусным соусом. Половина с оливками, половина с анчоусами. Окей. Красный соус, сыр, половина оливки, половина анчоусы. Погнали. В принципе, норм заказ. Пойдёт. Окей. Здесь нарезаем, кладём. Блин, насколько же это реально удобнее. Ребята, вы просто не представляете. Это просто жесть. Насколько же это удобно. Вообще не надо теперь думать о нарезке. Всё. А, кстати, ему что-то не понравилось. По-моему, всего два бакса дал. Странно. Мясо и сыр без соуса, никаких морепродуктов. Мясо, сыр без соуса. Значит, сыр есть. Это есть. Это есть. Это есть. Это есть. И курица ещё. Блин, я так понимаю, что инжирные пиццы у нас пока что не пойдут. Потому что, видишь, все заказы вроде обычные. Вообще, я не знаю, 75 инжирных пицц, это прям, ну, как бы довольно много на самом деле. Помидор и сырная. Поэтому, блин, ну посмотрим, посмотрим, конечно. Но вообще ощущается, что это должно занять прям нормально времени. Так, окей. Готово. Отдаём. Нейс. Держите. Сосиски 5. Хорошо. 8 баксов. Почти 9. Замечательно. Очень хорошие чаевые. Пицца с анчоусами и кукурузой и халапенья. Халапенья. Тёмная корка. Пицца с анчоусами, кукурузой и халапенья. Значит, сюда, сюда. Пицца с анчоусами. Поехали. Первый пошёл. Кукурузой. Окей. И халапенья. Это вот. Пока ещё ни одной инжирной пиццы. Вообще странно. Зачем нам дали 250 инжира, если, как бы, ну, типа, ничего это не нужно. Вроде всё. Так, он просил хорошо запечённую? Да. Значит, это у нас идёт сюдамс. А это у нас идёт сюдемс. И вторая на заказ. Одна сырная, другая помидорка. Давай кладём сюда. Соответственно, помидорочку. Раз, два, три. Раз, два, три. Ой. Три. И отправляем в печку. Это нарезаем. Отдаём. Фу. Ну, вроде норм. Вроде норм. Держи, пожалуйста. 7 баксов. Отличный тоже результат. Ребят, мы отбиваемся. У нас только что мы покупили этот... Как его? Автонарезатель. И у нас уже 685 долларов. Почти 700. Замечательно. Очень хорошо. Кстати говоря, вонючий пит у нас снова будет заказ. Сейчас, в принципе, я готов. Так, хорошо. Для моей пиццы нужно половину с сыром, другая половина с пепперони и без сыра. Окей. То есть, всё с соусом. Одна половина с сыром, другая с пепперони и без сыра. Как-то вот так она должна выглядеть. Хорошо. Это нарезаем сюда. И у нас последний заказ. Это вонючий пит. Тоже 2 штуки. Я готов. Я готов. Отдаём. Нормалёк. Держите. Отлично. 4 доллара. За такую пиццу это нормальные чаевые. Здесь у нас ни боли, ни зерна. Просто дайте мне авокадо, сыр и соус. Авокадо, сыр и соус. То есть, просто авокадо на пицце. Так. Давай. Авокадо, сыр и соус. Везде кладём сыр. Авокадо. На одну пиццу. Так. На две кладём вот так. На одну кладём вот так. Блин, нужно, конечно, автоукладку авокадо купить. Я чувствую, что его очень часто заказывают. Реально, очень часто. И анчоусы на всё остальное. Блин, ну, очень жаль, что у меня ни разу Инджорную не заказали. Реально, прям капец как жаль. В принципе, ну, на первое время, я думаю, мне должно хватить семян, которые у меня есть. Но если что, то мы их докупим, конечно же, как только будет возможность. Сюда. Хорош. Держи. Ой, вообще нормально. 5,59 это хорошие чаевые. Так, здесь у нас помидорное сырное. Держим. 26. Замечательно. И принимаем два вонючих пита. Это последняя доставочка на сегодня. Давай. Цельное зерно и лук с базиликом. Окей. Цельное зерно. Лук и базилик. В принципе, всё просто. Всё нормально. Готово. Кладём в печку. Так, здесь у нас всё норм. Это кладём сюда. Это кладём сюда. И это тоже нарезаем. Отдаём. Блин, так необычно, что мне не надо уже больше тыкать этим рез... А, это просто нужно было только тесто. Всё, понял, понял. Окей. Так, веганская пицца. Давай-ка мы сделаем с помощью робота. Я не вижу смысла делать веганскую самому, потому что это очень долго. И мы получаем офигенные чаевые. Ну, то есть, это того стоило, пожалуй. Пепперони без сыра. Не, это стопудово того стоило, ребят, на самом деле. Потому что, вот, когда робот бесплатно используется... Вот, если каждый раз он бы стоил один бриллиант, тогда, да, я бы ещё думал. Но один раз за видос я, по сути, могу использовать его бесплатно. Смысл мне его экономить, если он всё равно, как бы, в следующий раз будет бесплатный снова. Поэтому, да, это прям хороший вариант. Это прям хорошо. Так, два вонючих пита, пожалуйста. Замечательно. 800 баксов скоро. 5 тысяча будет, это очень хорошо. Дрессировать того тюленя просто хочу анчоусы на лепёшке. Окей, поехали. К сожалению, много заказов довольно-таки бейзик. То есть, сами видите, без большого количества начинок, без всего, ну, ничего не поделать. Бывает и такое. Найс. Отдаём. Держи. Хорошо. Смотрим дальше. Креветки в томатном соусе, но, может, ещё вкуснее с песта. Давай ей поподробнее. Креветочная пицца с песта, хорошо запечённая. Погнали. Песто. Сыр. Креветки. И хорошо запечённую нужно ещё сделать. День закончился. К сожалению, да, ни одной пиццы с инжиром не было, ребят. Но я думаю, что уже в следующей серии мы вот эти вот прикольные такие ананасики почти что, так сказать, затестим. Думаю, что вот этих четырёх отсеков, так сказать, мне хватит. И потом уже посмотрим. Естественно, я буду их высаживать, буду их собирать, потому что, ну, конечно же, нужно. Нужно, значит, нужно. 829 долларов у нас будет в конце дня. Минус аренда, получается. Да, 829. Ну, вполне норм, ребят. 206 баксов за день заработали. Это очень хорошие деньги на самом деле. Ну, и нам ещё, конечно, есть что улучшать. Этим мы займёмся уже потом. Кстати, автоукладки инжира нет. Было бы прикольно, если бы была автоукладка инжира. Конечно же, я бы её купил. Потому что это было, нам дало хороший буст. Ну, а на сегодня, пожалуй, что всё, дорогие друзья. Если видео понравилось, не забывайте клацать лайк, подписываться на канал, писать комментарии. Увидимся с вами уже совсем скоро в новом видео. Будем готовить инжирную пиццу. До скорой встречи и пока-пока.